Утро, ребята, опять утра. Вчера приехали с вечера на охоту. Сегодня пораньше встали. Сейчас вот выхожу, думаю, надо это... Сейчас собак маленько. Они сидели, вчера ехали, вчера поздно приехали. Сейчас я их выпущу маленько. На поводке прогуляю. Новый щенок. Дым, 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 ай, дым, 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 дым. Ай, молодец, умница. Не знаю, маленький еще, но все равно взял уже в лес, думаю, пускай. Вообще два щенка взял. Малыша у нас волки съели в этом сезоне. Буквально месяц назад охотились, волки съели у нас малыша. Сейчас взял двух щенков опять попробовать. Не буду пока вы говорите, от кого они и что. Если что-то будет получаться, интересное будет, тогда уже скажу там от кого. А так пока просто будем воспитывать двух щенков. Еще у меня есть один питомец. Тоже молодой. Шкодный вообще. Как только собираюсь на охоту. В будку первый самый запрыгивает. Лает, кричит. Я с тобой поеду, возьми меня с собой. Маленький еще, возьми меня с собой, возьми меня с собой. Уже знает, что это. Надо в будку прыгать, чтобы его с собой взяли. Вообще собаки так вот привыкли все-таки ездить, что никогда не нагадят в будке. Это хорошо бывает. Кстати, вот поначалу как-то было, что если долго их там держишь, то долго едешь, еще что-то не бывало. Но сейчас как-то, хоть сколько их там держи, мне кажется, хоть сутки они будут терпеть. Такая тропа, ребята, уходит по болоту. Собаки кого-то зацепили километров, ушли по ней. Встаю, жду, слушаю. Малыша-поисковика у нас волки съели. Так, что сейчас мы с поиском проблем. Так, и масса белка у нас километра, пошли в болото. Полтора уже почти, километр сорок шесть. Здесь вот я как-то ходил здесь. Здесь у меня точка болота где-то стоит. Вот оно, болото точка. Они вот так вот пошли, 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 пошли. Ямалый белка. Полтора километра. Место хорошее. Помет встречал ягодой, помет ягодой. То есть он где-то в болоте на ягоде. Так вот переключаешь каждую собаку белка. Можно так вид сделать. Каждую собаку будет отбивать. Кто где. И в какой стороне находится. Ну все, Ямала с белками отбивает. Так. Два восемьсот. И все, навигаторный ремонт. И отбивает. Сейчас где-то километров. Три двести было. Сейчас мне около четырех. И вот обычно нельзя. Около четырех. Леса вообще нет. Почти болотина. Блин, очень самая любимая моя пора. Не жарко. Не холодно. Даже вот дождик идет. Маленький. Ничего страшного. Гребины в этом году вообще много. Медведь ее ест. Сейчас вот уже заморозки начались. Сладкая уже даже. Ну маленькая горчинка. Мммм. Сколько витаминов. Вот медведь. Почему он сидит? Потому что он одни витамины ест. Такие завалы ребята. Скала вот такая вот. И это смотри какой. Медведь уже готовит себе берлогу. Ох да. Вон такое углубление. Это точно берлога медвежья. Сто процентов. Здесь вот тоже что-то подрыто. Туда вот. Там наверное второй должен лежать. Ну пока еще это. Такое ощущение, что то ли готовится, то ли вроде свежего. Нет такого. Собаки заработали медведи. Вечером возвращался домой. Блин, почему подъемы всегда вечером? Почему утром не можем поднять? Утром вроде тоже ходим нормально. Вечером как возвращаешься. Вот уже несколько раз. Возвращаюсь на базу. На стан. Идешь. Срезать где-нибудь решил. Там километр остается допустим где-нибудь или полтора. И блин раз подъем. Вот за этот год уже четыре таких подъема. Вечером было. В темноту. Утром. Те можно начать. Утром commuting. Там. Там. Тамそんな. Вот такая вот крепость, вот я вокруг ее метров 50 в диаметре такой клочок, там вообще ничего не пройти, и он там от собак спасает, зашел туда и все, собаки лают, лают, лают. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Блин, не получается взять фонариком, сразу побежал, сразу побежал, не взял, ночник не взял. Сейчас возвращаюсь, этих 800 метров от меня, там у нас просик идет, он по просике едет, видит меня по навигатору, рацию не взял. В общем, не знаю, собаки бросит или нет, постараюсь сейчас вернуться, выйти до этих, у меня в кофре там лежит ночник, взять ночник. Почему-то думал, что успею, вообще недалеко было за собак, еще видно было так хорошо все, уже темнется начало, но видно, но пока подходил, в общем, и стемнело, и потом, сейчас, наверное, час подходил, два раза стрелял, но с онариком бесполезно, я это понял. В общем, ребята, осталось на нем две собаки, собаки, видимо, полные, что я ухожу, и часть собак за мной, Белка и Ямал, остались на нем. На часу на одном месте я ходил, ходил вокруг, не мог никак подойти. Потом вроде глаза увидел, в смысле собаки все лают, а глаза не шевелятся. Два дня проходили. И вот вчера под вечер, сегодня хотели еще день ходить один, но вот вчера под вечер, Белка с Ямалом ушли, лают. Уже темно, часов восемь, наверное, было. Все, я что-то сдуру, карбин схватил и побежал. Ну, такой экземпляр, получился. Нормальный. Хороший медведь. Закрываем лицензию, вчера вечером опустошили его, сделали небольшой такой подъем, чтобы продувался он. На улице уже холодно, минусовая температура, ноль где-то, минус пять. И все, и вчера вечером не стали, забрали собак. Почему еще не стали, хотели это, Ямала медведь маленько. Попал он под медведя, когда я стрелял. Белый Ямал, каждый раз у него, это, каждая охота, его обязательно кто зашиваешь, то лечишь. Ну ладно, хотя бы, коль целая, все целая, просто кожа. Ну, тухожилие может верить. Сейчас зашьем, поедем в больницу. Кого-то еще не найдем. И он ему ногу перекусил, но кости целые, хотели вчера зашить, съездить, ничего не нашли. В результате просто там перебинтовали пока и все. Вот сейчас медведя забираем, обделываем, забираем и едем в детлечебницу. Сейчас лицензию заполняем. Вчера не взял даже с собой ни документы, ничего, побежал ночью. Сейчас лицензию заполняем. Желчи. Вот новое пополнение, новое поколение. Иди сюда, дык, дык. Дымок. Вчера его вернули, за собаками съездили. Они, это молодые собаки, взяли, чтобы запах паникул. Вот, притравливаем дыма молодого. На, дым, давай. Взяли их с собой. 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 Продолжение следует...